МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как же хорошо там, где нас нет. В конце 20-х Чарли Чаплин снимает довольно известный фильм «Цирк». Но именно в этот кадр стали всматриваться совсем недавно, после появления сотовых. Ведь на нем мы видим женщину, которая проходит мимо и прижимает к уху непонятный предмет. Как будто говорит по телефону, что это? Художественный вымысел или показалось? Это уже не кино, а обычная хроника. 38-й год. Молодые девушки идут по улице, и вдруг одна из них начинает как будто говорить по мобильнику, который изобретут спустя десятилетия. А это Россия. Наши дни. Город Жирновск, Волгоградской области. Именно здесь жил загадочный человек, которому, если верить его словам, было суждено умереть за 200 лет до своего рождения. Ну как это понять? Его 70-летняя дочь всю свою жизнь пытается разобраться, кем на самом деле был ее отец, Евгений Иосифович Гайдучок. Человек, который еще в середине 20-го века предрекал развал СССР. Он был, ну, скажем, не от мира всего. И еще в июле 41-го каким-то образом он знал исход войны и даже утверждал, когда она закончится. Он, самое главное, он сказал, это будет май, это будет весна. Он рассказывал, что путешествовал во времени. Через 10 лет путешествие во времени станет таким же обычным делом, как служба в армии. Думаете, чушь? А вот американский военный Скотт Беннетт не торопится с выводами. Старлей Беннетт был уволен со службы после того, как начал рассказывать в прессе о секретных операциях, проводившихся в его бригаде. Наверное, самая загадочная из них – история Эндрю Карлсона. В 2003-м его задержали за слишком хорошую игру на бирже. Он делал ставки и ни разу не проигрывал. В итоге с 800 долларов поднял 350 миллионов всего за две недели. Как будто он изначально знал результат. Неслыханная прежде удача обернулась для Карлсона арестом. Но при обычной проверке по базам выяснилось, что на него нет данных. Как будто этого человека ранее и не существовало. Его допрашивали, запугивали, но он твердил невероятное, что якобы прилетел из будущего, из 2256 года. Верите ли? Мы тогда не поверили. Карлсину предъявили обвинение в мошенничестве, но до суда кто-то анонимно внес за него залог в размере одного миллиона долларов. В день, когда надо было явиться на слушание, Карлсин, видимо, как тот самый Карлсон, исчез так же внезапно, как и появился, но больше не возвращался. А как поживает Трамп в твоем времени? Он умрет в 2026 году. Но вернемся к тому, с чего все начиналось, к проверке на детекторе лжи того, кто выдает себя за гостя из будущего. Я приехал из 2030 года. Прибор, который вроде как невозможно обмануть, показывает, что молодой человек не лжет. Он просит называть его Ной. Говорит, это его реальное имя. Профессиональный путешественник во времени из Америки, по глупости потерявший работу и застрявший, по его словам, в прошлом. Точнее, в нашем, настоящем. На самом деле, путешествовать во времени начали еще в 2003-м, но от обычных людей это скрывали. То есть до сих пор скрываются. Оказывается, скачки во времени это не такая уж и безумная фантастика, если говорить языком теории вероятности. Теоретически, существует ли возможность перемещаться во времени? Не для людей. Для частиц, в специальных условиях, да. В 2030-м году в Америке будет править первая чернокожая женщина-президент, внучка Мартина Лютера Кинга. А кто президент России в 2030-м? Геннадий Коломок. Кто? Геннадий Коломок. Я мало следил за новостями из России, но в нашем времени говорят, что это уже второй его срок. Неужели у нас появилась зацепка, которая поможет проверить слова этого гостя из будущего или самозванца? Если в 2030-м году президентом России станет некто Геннадий Коломок, значит, он уже в нашем времени недовольно взрослый человек и где-то живет. Но, увы, интернет такого имени пока не слышал. А может, он сам прилетит из будущего? Вы не должны его искать, иначе произойдет временной парадокс. Иными словами, всему свое время Ной предрекает, что люди начнут массово путешествовать во времени в 28-м. Тогда же произойдет первый контакт с пришельцами. Если о более приземленных вещах, то к 2030-му году модели айфонов будет уже столько, что их просто перестанут нумеровать. Лекарства от рака все еще не откроют, а на Карельском полуострове развяжется военный конфликт и участие США. Это будет очередная локальная война. Этому человеку, конечно, трудно поверить, но он не врет же нам детектора лжи, честное слово. Впрочем, проверить, говорит ли он правду или все это, какая-то изощренная мистификация. Не так уж сложно. До 30-го по меркам вселенной рукой подать. Остается только дожить и увидеть, как оно там все будет своими глазами. Хотя уже сегодня хочется заглянуть в будущее хотя бы одним глазком. Ну что, узнаете? Тот самый Делориан. А значит, пришло и наше время прорвать пространственно-временной континуум. Но куда же махнем? Назад в будущее или вперед в прошлое? Неважно. Главное, чтобы там, где мы окажемся, нам поверили, что мы из другого времени. А как доказательство возьмем с собой обычный чек из продуктового. Ну а что? Ведь такую вещь, как инфляция, даже машина времени не в силах остановить.